Добрый день, дорогие друзья. В прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» мы выходим одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссёры Николай Слепцов-Айдын и Мария Новгородова. У микрофона Любовь Петрова. Завтра, 4 ноября, в День народного единства, в наших учреждениях культуры пройдут Ночи искусств, посвящённые теме нашей традиции. И сегодня у нас в гостях организаторы Ночи искусств. Главный режиссёр Медиа-Центра Национальной Библиотеки Республики Саха-Якутия Иван Юрьевич Кривогорницин, лауреат Государственной премии имени Василия Никифорова-Кюлюмнюр. Здравствуйте, Иван Юрьевич. Здравствуйте. Главный библиотекарь Медиа-Центра Национальной Библиотеки Аина Прибылых. Здравствуйте, Аина. И специалист сектора истории Якутско-государственного музея истории культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского Сергей Слепцов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 3200-66, 3211-66. Пожалуйста, во время прямого эфира, если у вас возникнет такая потребность, можете позвонить и задать интересующие вас вопросы гостям нашей студии. Аина, с вас начнём, да? Вот расскажите о нынешней Ночи Искусств, в чём её особенность? Вообще, да, акция Ночи Искусств является всероссийской. Впервые в России начали делать эту акцию с 2013 года. Ну, начал делать, конечно же, город Москва, да, крупный город, одна из культурных столиц нашей страны. Ну, конечно, 4 ноября мы празднуем День народного единства, и под эгидой «Искусство объединяет», да, под таким приятным лозунгом, они провели первую ночь и подумали, что, в принципе, можно масштабировать на всю страну. Вообще, как бы, существует много таких акций, да, в течение года, это «Библия-ночь», «Музеи», «Театральная ночь». И, в общем, смысл такой, то, что все учреждения культуры, они, как бы, в день библиотек, в день музея проводят свои ночи, и потом уже в конце года, вот, в ноябре, 4-го числа, День народного единства, завершает, как бы, ну, серию культурно-массовых мероприятий. Ну, то есть, такой большой итог делают, да. И Якутия присоединилась в 2015 году, иногда 3-го, иногда 4-го, ну, как вот, конец недели подпадает, да, чтобы, как бы, читателям, посетителям было удобно приходить в конце, как бы, рабочей недели, да, открывает все свои двери и проводит культурно-массовые мероприятия. Каждый год выбирают разные темы, и темой этого года стала наша традиция, посвященная Году культурного наследия, чтобы показать особенности, территориальную особенность, культурную идентичность каждого региона. И, конечно же, Республика Саха-Якутия будет показывать разные культурно-массовые и историко-культурные мероприятия. Будут лекции, разные мастер-классы, ну, и многое другое, и Национальная библиотека тоже традиционно в этом году присоединяется. Завтра мы 16 часов, ровно через сутки, да, откроем свои двери для наших читателей. Иван Юрьевич, вот вам вопрос. Вы являетесь сценаристом, да, автором фильма «Две судьбы в Севастопольской весне». Вы являетесь режиссером, а сценаристом известный поэт Сергей Прочев. Вот расскажите об этом фильме. Да, ага. Завтра в рамках «Ночи искусств» впервые будет показываться фильм в историческом здании библиотеки. И мы очень рады этой акции, потому что это проводится через два года после ковидных ограничений. Впервые, кстати, да? Онлайн был, сейчас оффлайн, живую. И мы можем гордиться тем, что у нас среди, ну, множества культурных заведений, заведений искусства, культуры якутской. У нас есть медиастудия, которая производит видеопродукцию и показывает на экранах телевидения Якутии свои фильмы, да? Ну да, фильмы, медиапроекты. Да. И на своих социальных сетях. И пользуясь этим мы в этом году и весной начали, вот эта первая проба перамбола. Мы показывали фильм о выдающемся ученом Тунгусовиде Васильевиче. Да, Глафира Макарина Васильевича. Глафира Макарина Васильевича. И решили повторить такую же акцию в рамках научи искусства. И мы будем показывать патриотический фильм, военно-патриотический, военно-исторический фильм. «Две судьбы в Севастопольской весне». Потому что, ну, мне кажется, что, ну, всегда нужно говорить о патриотизме, о патриотическом воспитании, вообще о любви к родине. Любовь к родине – это абсолютно всеобъемлющая глобальная тема, которая невозможна там сказать, что эта тема исчерпана. Тем более сейчас. И мы выбрали этот фильм для показа. Вот к нам сейчас присоединяется по телефону автор сценария Сергей Васильевич Прочев. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите о вашей работе над этим фильмом. Ну, я в первую очередь хочу поприветствовать радиостанцию вашу, потом всех якутян и дорогого друга Ивана Юрьевича Кривогорницына, с кем мы долго и плодотворно работали. Знаете, я хочу сказать, что вот он всегда подходил с такими идеями, которые были, на первый взгляд, абсурдными. И вот мы сняли фильм «Дорога к отцу», а к 70-летию Великой Победы он пришел так испоконно, говорит, а давай съедем в Севастополь и снимем фильм о воинах якутянах, погибших при обороне, при защите Севастополя. Ну, представляете, откуда-то с Якутии, куда-то лететь. В Севастополе никогда не был. Ну, мы заручились поддержкой главы, сейчас глава республики Осин Сергеевича, написал письмо, тогда он руководил городом, меняя Сергею Ивановичу к губернатору Севастополя. Мы полетели, пробились мы на прием, было очень трудно, сложно. Нам открыли зеленую улицу, дорогу, в общем-то, и все вот эти моменты, которые мы сняли в фильме, мы совершенно с неизвестностью, с незнакомым городом все это сделали и проделали. Мы встретились, знаете, с нашей подводной лодкой, вернее, с личным составом и с командиром подводной лодки, который нам сейчас рассказал. Мы нашли парк на улице Якутская, который курировал. Да, там есть улица Якутская. Ну, до сих пор, наверное, занимается наш город Якутск. Вот договор был. И вот по предложению Ивана, а давай сделаем организмный субботник. Кажется, вообще непонятно, что, зачем, как раз апрель, весна была. Мы там организовали субботник, ЖКХ, школьники. И вот эти идеи, которые он предлагал, они воплощались. И, конечно, главным сценаристом, оператором и режиссером был он. Ну, и это по глобальному подходу. А, конечно, дальше мы вместе с ним советовались и вот все это делали. И мы сняли вот этот фильм о войнах Якутянах, которые погибли при защите Севастополя. Мы нашли братки о захоронении их. Но самое главное, наша заслуга, мы нашли могилу Тимофеева Алексея, который тоже погиб. Установили мраморную плиту. Его родственники, по-моему, в Усмайе, да, они живут? Нет, нет, в Миккенглазском районе, в селе Майя. Да, да, в селе Майя, да. И вот мы нашли, потом приехали, их родственников нашли, показали этот фильм. Вы знаете, это было так трогательно. Вот мы все сидели и плакали, реально, потому что, ну, это... Они не знали, где погиб их родственник. Но вот после этого фильм ведь вышел, и мы их нашли, этих людей. Ну, было очень здорово. Это, в первую очередь, патриотическое такое воспитание, хоть сейчас говорят об этом слове не очень хорошо. Но с нами ездила моя супруга и 10-летний внук, да, который тоже проникся. Он, кстати, когда ему было 5 лет, он снимался в фильме «Дорога к отцу». И здесь 10 лет он участвовал, и он сыграл... Иван, он какую мелодию сыграл там? Да, он сыграл мелодию нашего знаменитого мелодиста Валерия Ноева. Да, это было так, знаете, просто... Вот трогательно. Мы сидели с Иваном, ну, здесь, на этой могиле братской, и он играл, ему 10 лет, он на флете играл. И, ну, в фильме вы это увидите. Да, да, Сергей Васильевич, спасибо большое. Сейчас как раз мы нашим телезрителям, радиослушателям покажем вот этот отрывок из этого документального фильма. ...пропитана кровью ее защитников. Отсюда и патриотизм, который везде. На улицах, площадях, в домах и даже в воздухе. В сладком воздухе мира, любви и покоя. В этом настроении мы и выполнили наш якутский ритуал. Море с удовольствием соединилось с великой Леной. И в этот момент волны закрутились, как вихри танца. В это мгновение мы почувствовали себя маленькой живой частичкой нашей огромной России, ее народа. И гордились этим. Да, вот мы посмотрели этот обряд, потому что предыстория такая. Мы взяли воду из Лены весной, там, из прорыби, напекли оладушек. Оладушкин напек нам наш очень хороший кулинар, знаменитый Иннокентий Тарбахов. Ух ты! Да. И кумыс у вас еще был. И кумыс был. Мы взяли из якутского молокозавода. Все было якутское, мы повезли. И вода Лены вошла в Севастопольскую бухню на Аграфской пристани. Мы залили туда, осмешали. И провели обряд кормления оладушками, кумысом. Было очень здорово, замечательно. И там мы нашли могилу Алексея Тимофеева и показали родственникам. И родственники, они смогли через два года поехать туда и поклониться могиле своего дяди. А вы нашли, значит, эту могилу, родственники не знали? Да, мы нашли. Да, потому что они не знали. Мы поработали перед этим в архиве. Нам очень помог Александр Александрович Калашников, Национальный архив. И потом мы нашли следопытов в Севастополе, Надежда Гавриленко и Сергея Запороженко. Они вот помогли нам найти могилу. Сейчас прервемся на рекламу и после рекламы продолжим наш разговор. Конечно. Дорогие друзья, мы продолжаем в прямом эфире программу Якутск сегодня. Тема нашего разговора, предстоящая в День народного единства, завтра, 4 ноября, Ночь искусств. И сегодня у нас организаторы этой акции. Это Иван Кривогорницин, Аина Прибылых и Сергей Слепцов. Аина, давайте опять с вас начнем. Вы расскажите о программе. Да, конечно. Вот, как я говорила уже, с 4 часов мы начнем свою программу. И, ну, программу мы составили, учитывая то, что любит наш читатель, наш посетитель, куда он как бы с удовольствием приходит. Это у нас все проходит бесплатно, для любого возраста. И, в принципе, мы постарались предоставить такой обширный выбор. Тем более, в этот день у нас очень много мероприятий, в принципе, не только в нашей библиотеке, но и в других музеях, в библиотеках города. Поэтому, наверное, у жителей Якутска прямо они разрываются. Ну, это в хорошем смысле этого слова. И мы начнем программу с обсуждения новой книги «Хамусиста-виртуоза», известного в нашей республике, а также в России, Альбины Дегтяревой. Она наш постоянный партнер, постоянно участвует в наших мероприятиях, с удовольствием приходит. Раньше она постоянно делала мастер-классы. То есть люди приходили с «Хамусом», желающие, и она проводила им бесплатно мастер-класс. Когда мы были в онлайн-формате, тоже в онлайн-формате, она с удовольствием через разные платформы, даже в прямом эфире в Инстаграме проводила мастер-класс. И в этот раз у нее мероприятие совершенно другое, очень близкое к библиотечной теме, но и тем не менее очень близкое к читателям, к поклонникам ее творчества. Это обсуждение новой книги «Секреты игры на Хамусе» от Айрхан. Книга замечательная, потому что она сделана в таком интересном формате. Айрхан — это ансамбль, который руководит Альбина Дегтярева. Да, это этногруппа, да, Айрхан. И там, значит, они как-то вот очень приятно сделали. Открываешь, и есть разные информации, да, конечно, секреты. Все секреты я сегодня раскрывать не буду, конечно, это все завтра. И есть еще QR-код, который, ну, проходишь по нему, и уже видишь какие-то вот интерактивы, да, виртуальные разные возможности современные. Также у нас вот в это время параллельно будут проходить разные акции благотворительные. У нас библиотека очень хорошо участвует в таких волонтерских программах, благотворительных акциях. Всегда помогаем нуждающимся. У нас есть проект Библиомобиль, библиотека без барьеров, который реализуется на средства фондов президентских грантов. И вот завтра как раз будет акция «Коробка добра». Мы собираем книги для библиотек Донецкой и Луганской республик. Также мы завтра хотим сделать интересную акцию, это поможем оформить пушкинскую карту за 5 минут. Пушкинская карта – это, ну, как вы все знаете, очень такая интересная программа для подростков от 14 лет, которые предоставляют им, как бы, одну карту они оформляют, но зато там лежат средства, которые они могут использовать для посещения культурных учреждений. Я очень завидую держателям этой карты, потому что такая возможность, и кинотеатры, и музеи, все мероприятия культурные, театры, они могут спокойно пойти в рамках этой программы. И там сумма немаленькая же, да? Сумма, да, очень-очень хорошая сумма, и эту карту завтра можно будет получить у нас в библиотеке. В принципе, каждый день мы оформляем эту карту, но завтра она будет в таком приятном и в таком коротком сроке, да, с 4 часов всех ждем. Также мы проводим часто консультации психологов, и завтра тоже у нас состоится консультация психологов мы вместе. В принципе, любой желающий может прийти и получить консультацию. Совершенно бесплатно? Да, совершенно бесплатно. А также у нас состоится лекция от психолога Надежды Васильевой. У нее свой психологический центр города Якутска, и мы с ней тоже вот уже третий-четвертый год очень плодотворно сотрудничаем. У нас есть проект «Школа осознанного родительства» в Национальной библиотеке. И вот как раз-таки психологи этого центра под руководством Надежды Васильевой проводят лекции для родителей, для будущих родителей по воспитанию ребенка, по каким-то проблемам, да. И завтра состоится лекция «Как привить любовь к себе и миру». У нас будут поэтические лотереи с призами, мастер-классы по созданию открыток. И мы еще в онлайн-формате тоже работаем. Завтра опубликуем виртуальную выставку ко Дню народного единства и еще к посвященную конструктору Туполеву. Тоже такая интересная виртуальная выставка, можно уже посмотреть завтра с утра. Будут еще разные мастер-классы письма солдату, консультации юристов. Ну и еще вечером мы хотим еще раз презентовать наш новый арт-объект, который сейчас у нас располагается на территории библиотеки. Арт-объект, посвященный якутской письменности. Это вот звуки Г, Э, Г, Ю, Н, которые вот сейчас на сегодняшний день исчезают из как бы поседневного употребления и из... Когда вот мы перешли все на телефоны, да, и полностью заменили эти буквы на русские. Русские алфавиты. И поэтому, ну, чтобы более-менее как-то, ну, устранить эту проблему, да... Чтобы не забывали это. Да, не забывали. Во дворе этого нашей библиотеки стоит. Да, и вот общество культуры Якутии и национальная библиотека установили этот арт-объект во дворе нашей библиотеки. И завтра вот как раз-таки члены, руководители этого общества, они расскажут, как они... Как к ним пришла эта идея, сколько работы они как бы провели, да. И будет такая приятная встреча буквально на 15 минут, ну, такая насыщенная. Ага, также вот следующий у нас документальный фильм, да, Ивана Юрьевича. И потом завершится вечер, конечно же, поэтическим открытым микрофоном. У нас есть партнёр замечательный, руководитель студии «Речи» Андрей Адамов. Он у нас на площадке нашей библиотеки делает интересные громкие читки, конкурсы стихов. И вот завтра тоже будем читать стихи о родине, о подвиге, о чести. Любой желающий может выбрать стихотворение и присоединиться к этому открытому микрофону. Всего у нас программа длится с 4 до 9 часов. И, ну, будет очень интересно. Всё пройдёт в историческом здании. У нас основное здание сейчас находится в ремонте. Историческое здание — это вот проспект Ленина, 40, первый и второй этаж. Самое красивое здание Якутское. Потому что все мероприятия мы проводим в основном здании, в историческом мы очень бережём. И у горожан есть уникальная возможность посетить это историческое здание абсолютно бесплатно. И они могут заглянуть в любой уголок этого замечательного исторического памятника. Да, вот на самом деле я согласна. С Иваном можно посетить такая возможность. И вообще, да, акция «Ночь искусств» подразумевалась именно, чтобы дать возможность посмотреть работу библиотеки в такое необычное время, вечером, в вечернее время. И потом дальше уже остаться в качестве читателя, посмотреть на возможности библиотеки с другой стороны. Потому что это библиотека не только работа с читателями, это не только книги, выдача книг, но и это место притяжения, пространство для культурно-массовых мероприятий. А книги можно будет принести без штрафа? Да, конечно. У нас вообще штрафа нет. Да, мы всё отменили, мы всех прощаем. Можно принести, конечно, не боясь, в абонемент на втором этаже. Вот, Сергей, в музее ведь тоже очень много интересных мероприятий, да? Музей истории и культуры народа Севера имени Ярославского. Да, музей традиционно, якутский музей имени Ярославского традиционно участвует в «Ночи искусств», практически тоже с момента её появления, да? Вот, и именно завтрашний день для нас очень важен, потому что до этого, вот Аина уже говорила, мероприятия подобного рода, они проходили в онлайн-формате из-за ковидных ограничений. Ну, вот в прошлом году был такой гибридный формат, то есть частично очно, частично онлайн, а вот завтра будет полностью оффлайн мероприятие, именно вживую. Для музея это очень важно, потому что онлайн для музея никогда не заменит личное посещение музеев. Ну, «Ночь искусств» в Якутском музее, она всегда такой большекамерный характер носила, потому что, ну, вот такие вот какие-то мероприятия, да, на нашей территории мы в основном проводим в день музеев, «Ночь музеев» 18 мая, «Ночь искусств» — это скорее… Там вот мы проводим различные экскурсии, мероприятия на открытом воздухе, а «Ночь искусств» — это обычно лекции, мастер-классы, какие-нибудь интерактивные занятия, которые проводятся на площадке музея, в его экспозициях. Вот завтра как бы на трёх площадках будет мероприятие на территории музея. У вас очень интересные, я знаю, будут мероприятия проходить. Да, это главный корпус музея, этнографический центр «Якутская юрта» тоже у нас на территории, и в выставочном зале «Якутяне в годы Великой Отечественной войны» — тоже отдельное помещение. Программа начнётся в 6 вечера, в 18 часов, и продлится до 21 часа, до 9 вечера. Подробность программы можно ознакомиться у нас на сайте или в соцсетях, в Телеграме, ВКонтакте. Но там будет ещё концертная программа небольшая, но очень интересная, поскольку партнёрами вот этой акции музейной выступает ещё Театр оперы и балета, Театр танца имени Зверева, Дом дружбы народов имени Кулаковского. Вот они сделали очень интересную концертную программу небольшую под названием «Мы вместе». А дальше с 18.30 начнутся вот лекции и мастер-классы, причём там они... там может себе найти что-то по вкусу, и... ну вообще они такие семейные, то есть и для взрослых, и для детей. Ну вот, например, юкагирские пиктографические письмена. Вообще тема очень интересная такая, интригующая, захватывающая. Можно немножко поподробнее об этом? Да, у нас завтра, собственно, открытие вот небольшой тоже выставки про юкагирские пиктографические письма, и на ней вот наши сотрудники расскажут, каким образом в древние времена там юкагиры передавали послания друг от друга. Друг другу, да. Любовные письма писали. А, да, охотничьи любовные письма. Дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на рекламу, после рекламы вернёмся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь, будет интересно. Дорогие друзья, мы продолжаем в прямом эфире программу «Якутск. Сегодня». Тема нашего разговора «Ночь искусств». В студии режиссёры Николай Слепцов-Айдын и Мария Новгородова у микрофона «Любовь Петрова». Гости организаторы «Ночи искусств» Аина Прибылых, Иван Кривогорницин и Сергей Слепцов. Сергей, мы с вами как раз говорили о мероприятиях «Ночи искусств» в музее. Дальше что ещё? Ну, ещё можно в программе было бы остановиться на тех лекциях, которые будут проводить сотрудники музея. Как вы, наверное, помните, тема «Ночи искусств» вообще — это традиции. И именно о традициях будут рассказывать наши этнографы Татьяна Старостина и Василий Попов. Они проведут две лекции о чуронах. О коллекции чуронов, которая хранится в нашем музее. И о тех этнографических традициях, которые с чуронами связаны, расскажет Василий Васильевич Попов. Потом будет лекция профессора кафедры пищевых технологий и индустрии питания АГАТУ, доктора сельскохозяйственных наук Константина Степанова. Тема его будет «Традиционная культура питания». Эти лекции пройдут как раз в нашей якутской юрте. На территории музея будет лекция еще у меня. Я буду рассказывать о азартных и настольных играх, которые были в Якутии, бытовали в Якутии в 17-18 веке. И уже тогда были азартные игры? Да, они тогда были. И даже, можно больше сказать, был расцвет вообще азартных игр. Очень много историй с этим связанных. Вообще сейчас эти игры в большей степени утеряны. У них вообще мало кто помнит на самом деле. Вот те игры, в которых проводили время. А это было очень, кстати, актуально, потому что телевидение, радио, интернета тем более не было в те времена. И людям надо было досуг как-то проводить. Особенно зимой. Вот когда какие-то сельскохозяйственных работ не было. Когда Алан-Хасуты куда-то исчезали на время. Ну, Алан-Хасуты все время. Алан-Хасуты, да, во-первых, их было не очень много. Во-вторых, я подозреваю, что вот, скажем, в городе Якутске или в каких-нибудь зимовьях, там на Индигирке, на Колыме, тоже там с Алан-Хасутами было не очень. Проще поиграть, чем по сути. Поэтому вот играли, да, играли в разные игры. А вот в какие игры играли? Расскажите немножко, заинтересуйте наших радиослушателей. Да, ну, можно было. Ну, например, все знают такое устойчивое выражение, как игра в бирюльки. Но, я думаю, мало кто может сказать, что это такое. Вот об этом поговорим завтра. Потом была самая, наверное, популярная игра и самая азартная в XVII веке среди служилого населения, среди, ну, потом в XVIII веке чиновников, да, это игра под названием зернь. Сейчас это игральные кости. Вот, ну, игральные кости, их в XVIII веке вытеснили карточные игры. Вот, а в XVII веке вот эта вот зернь, зернь костарная, ее называли, была вот самая популярная, азартная или, как тогда называли, закладные игры. Ну, они играли в деньги, играли, да? Ну, в первую очередь на деньги, ну, и на вещи. Потому что денег было не так много на руках, на самом деле. А вот в Сибири, ну, Якутия, Сибирь, была главная ценность, это меха. То есть, как бы, валюта того времени, на которую тоже очень активно играли. Вот. Ну, и там другие игры, на самом деле, были. И, кстати говоря, эта лекция, она будет с игровыми элементами. То есть, мы послушаем, и даже не просто показывать, а можно будет поиграть вот в те игры, в которые в XVII-XVII веке играли. А в национальные игры? Ну, завтра мы вот будем о таких играх говорить. О национальных играх, в принципе, вот на той же ночи в музее, очень активно музей показывает, играет, да? Ну, там Хабылык, Хамск, вот эти игры, да? Они у нас есть, но вот завтра мы немножко о других играх поговорим. Об азартных играх. Ну, азартные, настольные игры, потому что... Ну, вообще, граница была достаточно тонкая между азартными и настольными играми. То есть, в принципе, и в шахматы тоже на деньги могли играть. Кстати, шахматы очень популярны были в Сибири, и практически во время всех раскопок вот на месте Зимовьев или Острогов в Сибири, в том числе в Якутии, там, на Алазее, на Колыме, на Вилюе. И в самом Якутске обязательно находили шахматные фигуры, какие-то игровые фишки, ну, вот какие-то вот... Те же вот игровые кости, то есть, это было очень сильно распространено, даже больше, чем в Центральной России. Ну, потому что в Центральной России были какие-то другие занятия помимо... А здесь вот было, как бы, людям, как бы, много свободного времени и много ценностей. И поэтому это всё вместе приводило к такому сибирскому Лос-Вегасу, можно сказать. Вот об этих историях. Ну, и у вас там будут ещё другие же мастер-классы, да? Мастер-классы для... Ну, вот о том, о чём я сейчас говорил, лекции, да, это скорее, ну, для более взрослых, да. А вот для маленьких, если как бы с детьми люди придут, то у нас будет, например, мастер-класс, мастерская древнего художника, палеохудожника, я художника каменного века. Вот будет мастер-класс по изготовлению деревянных игрушек и макетов. Будет мастер-класс по бисероплетению. Но там надо уточнять в программе, там некоторые мастер-классы, они платные. Ну, кстати говоря, по пушкинской карте, вот о которой, опять же, Аина говорила. То есть ребёнок или его родитель может по пушкинской карте оплатить эти мастер-классы. И во сколько вы завершаете ваш вечер? Ночь искусств в Якутском музее заканчивается в 9 вечера до 21 часа. Ну, вот таковы мероприятия, да? Ну, надо сказать, что во всех почти учреждениях культуры пройдёт. И в Национальном художественном музее пройдёт, и в музее музыки и фольклора будет. Во всех учреждениях, во всех музеях будет завтра ночь искусств. Так что, дорогие друзья, у вас большой выбор. Завтра можете пойти, потому что все мероприятия абсолютно бесплатные. Да, бесплатные. Это вот такая цель акции. У нас есть ещё немножко времени, Аина. Вот, может, расскажите о ваших проектах. Ну, сделаем, наверное, немножко анонс, да? Да. Раз мы сегодня говорили, да, по большей части о фильмах, фильм как вид искусства, мы планируем в декабре фестиваль исследовательских фильмов. Вот Иван сказал, что медиа-центр занимается созданием исследовательских фильмов на основе наших фондов, на основе богатой информации, исторической информации, которую мы храним на основе культурного наследия, да, вот библиотеки. И мы хотим сделать такой онлайн-фестиваль исследовательских фильмов всероссийский. В течение недели будут показаны фильмы разных учреждений, да, у которых тоже есть такой опыт. Допустим, музей Ярославского уже пять лет выпускает тоже фильмы на основе своих фондов, то есть таким образом продвигает, да, фонды, то есть это своя такая интересная, ну, система, может быть, да, подход, да, пропаганда, агитация, промоушена своих. И также другие учреждения тоже уже к нам присоединились. С 5 декабря мы начнем, и 10 мы соберем всех тех людей, режиссеров, сценаристов, работников учреждений культуры, у нас в национальной библиотеке, и проведем такой воркшоп «Исследовательское кино Якутии. Проблемы и перспективы». Иван там выступит главным модератором, да, и также мы хотим в этот день презентовать фильм о замечательном человеке, о выдающемся библиографе, о зачинателе музейного и библиотечного дела, а также краеведении Николая Николаевича Грибановского. Он представитель якутской русской интеллигенции, то есть местной русской интеллигенции, жил на стыке 19-20 века, трагически погиб во время блокады Ленинграда, потому что последние годы он там работал. И он как бы является тоже основоположником знаний, краеведческих знаний, поэтому все представители науки разных других отраслей очень знают и преклоняются памяти этого человека. И мы хотим сделать о нём фильм, и вот как раз-таки в рамках этого фестиваля, а также в рамках вторых грибановских чтений, которые проводятся у нас с международным участием, тоже будут в декабре, мы презентуем этот фильм, поэтому приглашаем всех наших читателей, всех любителей истории, краеведения. Также Грибановский, он при жизни создал несколько тысяч карточек и собрал всю информацию о разных отраслях, о сведениях, о публикованных печати, о книгах, о разных отраслях. То есть и про геологию, то есть геологи его знают, теоретики все его знают, все пользовались его трудами, и вот поэтому всех мы приглашаем посмотреть наши фильмы, принять участие в наших мероприятиях. И завтра в Ночь искусств обязательно подойти в Национальную библиотеку. И в Яковский музей. Сначала в Национальную библиотеку, а потом уже по дороге НХМ, потом и дойти можно до Музея Ярославского. Я благодарю вас за участие в нашем эфире, желаю вам успешно провести этот Ночь искусств. Ну, также поздравляю вас и наших телезрителей, радиослушателей с наступающим праздником. Спасибо. С Днём Народного Единства. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. До встречи. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.